Ну как вот это маленькое существо можно бояться? Если вы не любите нежданных гостей, особенно по вечерам, то закрывайте окна. И неважно, на каком этаже вы живете, в каком районе Барнаула. Летучие мыши были замечены на улице Ускова, Надокучаева, Северо-Западной и не только. Ирину Савину прошлой ночью разбудил странный шорох на балконе. Когда девушка вышла посмотреть, что там происходит, увидела кота, который играл с летучей мышью. Я испугалась, потому что мышь так странно шипела. Вот мы взяли баночку, посадили ее туда и выпустили. Кот ее не поранил? Поранил, крыло порвал чуть-чуть. Скорее всего, это была маленькая летучая мышь, поскольку взрослые особи стараются держаться подальше от людей. Они прячутся в лесах, парках и на садовых участках. Так почему же барнаульцам кажется, что мыши заполонили город? По словам специалистов, август, начало сентября – то время, когда рукокрылые перебираются к местам зимовки. Как правило, это предгорье Алтая. Летучие мыши у нас пролетом и бояться их не стоит. Все виды рукокрылых у нас внесены в Красную книгу Алтайского края. Основная часть может как малоизученные виды. Поэтому не стоит вредить редким животным, нуждающимся в охране. И, кроме того, это противозаконно. Летучие мыши кусаются, впрочем, как большинство живых существ. Однако поранить кожу человека может только взрослая особь, говорит Дмитрий Рыжков. По его словам, рукокрылые могут быть переносчиками инфекционных болезней, в том числе бешенства. Но для человека угроза заболеть минимальная. Специалистами доказана мышь, которая действительно заражена, не в состоянии даже летать. Так что, если в вашей квартире оказался такой вот нежданный гость, пусть немного погреется, а после отпустите его на волю. Елена Кузовкина, Александр Антропов. Наши новости. Субтитры создавал DimaTorzok